Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Полторы недели продолжаются бои в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. Войскам Азербайджана удалось одержать несколько локальных побед, но переломить ход войны и выбить армянские войска из Карабаха пока не получается. Многие эксперты говорят о помощи России армянам, однако Кремль не спешит, ограничиваясь заявлениями. О роли России в армяно-азербайджанской войне в эфире Апостроф Лайф рассказала политический деятель и российская оппозиционерка Ольга Курносова. Что в России думают о конфликтах, которые наблюдаются в Нагорном Карабахе, Кыргызстане и, естественно, в Белоруссии? Насколько, по вашему мнению, там сильна рука Кремля? И есть ли она там вообще? В разных местах по-разному. Если говорить про Нагорный Карабах, то, безусловно, все эксперты сходятся во мнении, что решающую роль в начале этого конфликта сыграла Турция. Россия тут попала, что называется, как курица в ощипь. Исторические связи с Арменией у России гораздо более крепкие. Но, тем не менее, вмешиваться с помощью военной силы Путину как-то страшно. Поэтому приходится занимать какую-то среднюю позицию и пытаться непонятно, какими способами этот конфликт максимально сглаживать. Поэтому ситуация вокруг армяно-азербайджанского конфликта для России очень болезненная. Собственно, то, что Реджеп Эрдоган максимально наращивает свои ставки и пытается максимально показать свою роль таким образом, понижается роль Кремля и Владимира Путина, что тоже для России очень болезненно. Другая история с Белоруссией, где, безусловно, поддержка Путина помогает Александру Лукашенко отстрочить свой уход от власти. Пока непонятно, когда это произойдёт, несмотря на то, что никто из цивилизованного мира выборы Лукашенко не признал. Тем не менее, инаугурацию он провёл и, собственно, пытается действовать так, как будто ничего не произошло. Пока нельзя сказать, что у него это получается, но ему удается удерживать статус-кво. Что касается Киргизии, на мой взгляд, Россия не слишком пристально следила за тем, что там происходит. Да, безусловно, те, кто следят за ситуацией в Средней Азии, знают, что в Киргизии достаточно часто происходят именно такие революционные смены власти. Но до того, как эти события произошли, по большому счёту, никто пристально за этим не следил. Даже за результатами парламентских выборов тоже не следили. Видимо, все думали, что ситуация может обостриться где-то в районе президентских выборов, но никак не парламентских. Поэтому, на мой взгляд, для Кремля, произошедшее в Киргизии стало неожиданностью. Как будет реагировать Российская Федерация на усиление прокитайских настроений в Кыргызстане и будет ли реагировать вообще, спросил журналист. Я думаю, что это не радует Кремль, но, собственно, для того, чтобы этого не происходило, надо было самим действовать более активно. Всё-таки у Кремля много других проблем. В этом смысле, в ситуации, происходящей в Киргизии, как, впрочем, и в том, что происходит практически во всех бывших советских странах Средней Азии, не очень активно действует Кремль. Поэтому, естественно, там усиливается влияние Китая. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Новости в мире». Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании. Фейсбук. Странички в Инстаграм.